Запредельная мощность, запредельная скорость и запредельная цена — вот три основных ингредиента настоящего гиперкара. И долгожданный Mercedes-AMG One изготовлен точно в соответствии с рецептурой. Больше тысячи лошадей, трёхсекундное ускорение до первой сотни и только точных данных по поводу цены компания не сообщила. Хотя неофициально известно, что речь идёт о сумме между двумя и тремя миллионами евро, и в таких порядках точность уже едва ли нужна. Однако методы, которыми получены все технические показатели, интереснее самих показателей — с большинством обычных дорожных автомобилей новинка не имеет вообще ничего общего, за исключением четырёх колёс и руля. Хотя нет — руль здесь квадратный, будто от формального болида и с такой же россыпью цветных кнопок. И тому есть очевидное объяснение — идеологически это и есть формульный болид, правда, упакованный в приемлемую на дорогах общего пользования углепластиковую оболочку с активными аэродинамическими элементами. Под ней скрывается углепластиковое же шасси, на котором смонтированы алюминиевые пятерычажные подвески. Амортизаторы работают по схеме пуш-род, расположенные по редкой в гражданских машинах асимметричной схеме. Но самое интересное — это мотор, а точнее — моторы, которые действительно роднят новый гиперкар с машинами из мира королевских гонок. Силовая установка гибридная и включает бензиновый V6, а также трио — тяговых электромоторов. Двигатель внутреннего сгорания естественно турбированный объёмом всего 1,6, зато раскручивается он аж до 11 тысяч оборотов в минуту и развивает почти 600 лошадиных сил. Удельная отдача фантастическая — 360 лошадиных сил с каждого литра рабочего объёма. Причём на коленчатом валу установлен 163-сильный электромотор, который помогает крутить задние колёса. Что касается колёс передних, то их вращают два электродвигателя общей мощности более 300 лошадиных сил. Венчает всё это великолепие небольшой аккумулятор. Как нередко бывает с эксклюзивной техникой такого уровня, все 275 экземпляров были проданы заранее, задолго до премьеры. Напомним, что впервые AMG One показали целых пять лет назад. И воплощение изначальной задумки, то есть трансформация гоночной машины в дорожную, оказалось вовсе не простой даже для Мерседеса. На практике большая часть гиперкаров останется стоять с нулевым пробегом в гаражах богатых коллекционеров, лишь некоторые из которых осмелятся проверить, набирает ли AMG One 300 км в час за обещанные 15 секунд с небольшим решим. Мерседеса 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 Мерседеса